В общем-то вопрос, который касается ситуации, сложившейся в период развала Советского Союза, в период становления новой российской государственной страны, это было буквально через полтора месяца после Беловежской пущи, через месяц с небольшим после того, как было объявлено о создании Содружества независимых государств в Алма-Ате. И да, отношения тем, кто определял политику, в то время казались абсолютно безоблачными, отношения, которые характеризовались впоследствии выступлением президента Российской Федерации в Конгрессе Соединенных Штатов, где были произнесены слова благодарности за поддержку российской демократии, ну где-то был такой налет эйфории, безусловно. И казалось в то время тем, кто определял внешнюю политику, что все проблемы решатся автоматически, поскольку Россия станет частью цивилизованного, в кавычках упомяну это слово, мира, станет частью западной культуры, западной структуры, архитектуры безопасности и получит сильную поддержку в самых разных областях. И президент об этом говорил неоднократно, в том числе в своих последних выступлениях и на расширенной коллегии у нас в Министерстве, в Министерстве обороны, на своей пресс-конференции. Говорил о том, что все поверили, что отныне и впредь у нас все будет хорошо. А Запад одновременно укрепился в убеждении, что Россия теперь будет следовать тому курсу, который отражает общие интересы Запада. И так продолжалось достаточно долго, 90-е годы, ну и потом, с начала 2000-х, когда Россия все-таки восстановила свое самосознание и историческое, национальное, Запад стал обращать на это внимание и как бы попрекать стал Россию, что она вот отходит от демократических принципов. Ну и рубежом стала мюнхенская речь Владимира Путина 2007 года, привлекая внимание к тому, что в американских научных, таких серьезных политологических журналах появилась целая серия. Это и Foreign Policy, Foreign Affairs, National Interest, особенно отмечу, Тед Карпентер. Об этом были репортажи вчера на российском телевидении, где они, в общем-то, серьезные авторитетные авторы, привлекают внимание к тому, что в 2007 году Россия заявила о том, что накопилось у нее и заявила о растущем разочаровании тем, как Запад относится к ее интересам. И прямо говорит о том, что вот его тогда Путина не услышали, и сейчас мы имеем очень серьезные проблемы, ровно потому, что Запад так беззаботно и, в общем-то, непорядочно поступил по отношению к российским интересам. Могло бы все быть иначе, но у истории, как вы знаете, нет сослагательного наклонения, поэтому мы стали мудрее, безусловно. Знаете, говорят, ведь учатся на своих только ошибках, на чужих ошибках не учатся. Мы теперь уже знаем, чего стоят слова Запада, и теперь будем добиваться не только заверений, не только политических обязательств на бумаге, но и юридически обязывающих гарантий. Гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном равноправном учете законных интересов Российской Федерации. Гарантий, если оглянуться на те события, которые, как вы сказали, вызывали некую эйфорию какое-то время, и затем на последующее расширение НАТО и на многие другие события, и посмотреть на наши отношения сейчас, то вообще можно ли говорить о действительно каком-то глобально-поворотном моменте в сторону новой конфронтации, или на самом деле линия Вашингтона в этом смысле, она и особо не менялась, и вообще никогда никакой дружбы, и тем более союзничества никогда не предполагала? Да, Вашингтон абсолютно прагматичен, утилитарен даже, я бы сказал, где-то в своих действиях на международной арене. Вашингтон может, когда ему покажется это отвечающим его интересам, просто, ну не то, что предать, но и предать где-то в известной степени тех, с кем он дружил и сотрудничал, и кто обеспечивал его позиции в разных регионах мира. Вспомните президента Египта Мубарака, Вашингтон пальцем не пошевел, когда его арестовали, хотя он никуда не бежал, оставался в Египте после того, как он ушел с поста президента, и долгое время возили в клетки его в суды, посмотрите, как произошло в Афганистане, да много таких примеров, когда американцы руководствуются исключительно своими прагматичными, ну а если, так сказать, по-народному, эгоистичными интересами, и у нас здесь иллюзий нет, мы хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с Соединенными Штатами, как и с любой другой страной мира, об этом президент Путин говорил президенту Байдену, и президент Байден, кстати сказать, на встрече в Женеве подтвердил именно такой настрой, но политика делается, как известно, в Соединенных Штатах целым рядом игроков, очень запутанная система, которая, в общем-то, очень часто делает вопросы, важнейшие вопросы глобальной безопасности и стабильности заложникам каких-то внутрипартийных игр, заложниками интересов сенатора от того или иного штата, это когда любой закон можно нагрузить не относящимися к делу поправками, и вот так вот формируется тот самый, они так привыкли жить, но от этого другим не легче, а когда в Америке каждые два года проходят выборы, и вот уже сейчас они, даже осенью прошлого года, они говорят, у нас начинается сейчас главная задача, это вот подготовиться к компании, осенью 2022 года будут выборы, это очень важно для будущего Америки, и так каждые два года у них происходят события, важные для будущего Америки, поэтому они на международной арене всегда ссылаются на то, что надо учесть вот этот фактор, ну это жизнь, но вы знаете, у нас тоже есть свои интересы, у нас тоже есть свои факторы, у нас тоже есть своя жизнь, она у всех одна, как известно, и научным и горьким опытом мы не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность просто ущемляется повседневно. Вот сейчас идет разговор, самая популярная тема, имеют ли право члены НАТО и те страны, которые хотят в НАТО вступать, принимать соответствующее решение, не спрашивая никого другого в этом евроатлантическом регионе. Вот серия статей, которая сейчас появилась в американских солидных научных журналах, она касается в том числе и этого аспекта, в частности, один из авторов цитирует статью 10 Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса, в которой говорится, что страны-участницы НАТО могут, то есть, а могут и не, могут пригласить любую не входящую в этот блок европейскую страну, которая соответствует принципам Вашингтонского договора и которые может добавить в плане укрепления безопасности НАТО. Вот там идет о чем речь. То есть, не просто у них право, кого хочу, того приглашаю, они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому Североатлантическому альянсу. А вот приняли такие страны, с народами которых у нас добрые отношения, Черногория, Македония, а авторы американские задаются вопросом, а как это укрепило безопасность Североатлантического альянса, какой вклад в безопасность блока вносят эти две страны, учитывая, какой у них ресурс военный и военно-технический. И вот, например, опять же по вопросам расширения НАТО, нам говорят, и в ответе, который мы получили из Брюсселя, от Столтенберга говорится, НАТО так гордо заявляет, НАТО это оборонительный альянс. Ну, оборонительным его трудно назвать, если хотя бы не забывать о том, что они бомбили Югославию почти три месяца, как они вторглись в Ливию, грубо нарушив резолюцию Света безопасности ООН. Ну, и, в общем-то, как они велись и в Афганистане. Но даже если согласиться, что они оборонительный альянс. Когда была холодная война и была Берлинская стена, понятно было, какую территорию оборонять. А когда Берлинской стены не стало, когда мы провозгласили в рамках ОБСЕ дружбу вечную, неделимость безопасности, солидарность, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других. А они продолжают принимать страны. Пять волн расширения. И каждый раз волна расширения. Получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все вправо, все восточнее. И вот сейчас она вплотную уже подошла к Украине. И Украину хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что, во-первых, Украина не готова. Во-вторых, что это никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. И что это реально подорвет отношения с Российской Федерацией в качестве грубейшего нарушения уже теперь официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов альянса. Поэтому то, что он оборонительный, ну, пускай они себя этим утешают. Но нам-то от этого не легче. Эта линия-то обороны приблизилась уже вплотную. Поэтому, как я уже сказал, мы направляем буквально сегодня официальный запрос по линии Министерства иностранных дел нашим коллегам в странах Альянс, но и в других странах ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. А если не намерены, то объяснить почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших действий, предложения которых мы будем докладывать президенту России. Продолжение следует...